В Преображенском аншлаг и взрослые, и самые маленькие пришли в парк, чтобы посмотреть шоу из Поднебесной. Перед тем, как приехать в Одессу, фестиваль гигантских фонарей побывал более чем в 500 городах Китая и 40 странах мира. Теперь же и в нашем городе некогда скучный серый парк освещается тысячами разноцветных лампочек. При монтаже китайских фонарей использовали 15 тысяч лампочек и более 2 километров шелка. Установка длилась около двух недель. В парке поселились более 30 инсталляций. Чтобы их все рассмотреть, человеку требуется как минимум час времени. Готовились мы к этому фестивалю еще с прошлого года. Этот фестиваль произвел фурор в городе Киеве. И мы посмотрели, почитали отзывы и решили приехать в Одессу. Большой масштаб парка. И мы решили добавить еще новые зоны. У нас появилось новые четыре зоны в сравнении с Киевом. Здесь более интересная и более широкая программа. Одесситы и гости города пришли сюда с фотоаппаратами и видеокамерами. Локаций для съемки более полусотни. Каждая инсталляция – отдельная история. В основном это персонажи из китайских сказок и легенд. У Китая всякие праздники там ведутся. Всякие костюмы и драконы еще. Главное, 20 людей, 40 переодеваются в дракона. Такие культурные проекты, которые позволяют ознакомиться с культурой, традицией этой прекрасной страны, с вековыми традициями световых шоу. После фотосессии посетители могли подкрепиться китайской лапшой, курицей в кляре, чипсами или мороженым. На фестивале также угощали традиционным восточным чаем – белым, желтым, красным и даже пуэром. Но при этом гостям приходилось соблюдать древние традиции. Им выдается специальная доска, чайник, емкость и термос. Пьется чай проливами, поэтому из одной заварки напиток можно приготовить до 15 раз. Если вы не были в Китае, это отличная возможность познакомиться со страной. Это и для детей, и для взрослых это какой-то отдых, отвлечение, не знаю, и музыка. Для нас это что-то новое, может необычное, такого вот как у нас нету. Из развлекательной программы фаер-шоу, выступления танцевальных и хореографических коллективов, акробатов, жонглеров и конкурс «Мисс Туризм Украина». Тем самым украинки красиво открывают цветовой фестиваль в Южной столице. Сейчас будет проходить у нас подготовка, сейчас проходят репетиции. 28-го будет финал в 20.00. А сейчас вот каждый день у нас разные интересные мероприятия. Мы посещаем и также проходит подготовка, это разные фотосессии и дефиле. Гигантские китайские фонари останутся в Одессе аж до 25 августа. За вход нужно отдать 200 гривен, детям – 160. Но в дневное время вход на фестивальную локацию свободный. Нарина Щегова, Денис Рудь, Телеканал Репортер.